Я в эфире, я это Вера Шерстобитова. Буду сегодня вещать о маркерах, но, вы знаете, я это люблю. Мне тут доверили все рассказать и показать. В общем-то, чем я и буду пользоваться. Всем привет. Привет, привет. Привет, всем привет. Я Вера Шерстобитова. Сегодня буду вещать. Отвечаю на все вопросы про маркеры. Привет. Привет. Так, у меня сегодня здесь покажу и расскажу все новинки, которые будут, какие-то образцы, которые приезжают ко мне уже на тест. Сегодня я вам показываю замечательный формат А5 бумажки. На ней моя иллюстрация. Могу похвастаться. У меня в руках еще есть чернила. Я сейчас могу все здесь заложить. У меня здесь есть небольшая выкраска, немножко мусора. В общем, есть все, что нужно и не нужно. Так, ну что же, давайте начнем. Кто пришел, тот пришел. С чего начнем рассказать? Цель эфира сегодняшнего – это рассказать о продукции скетчмаркер, рассказать о том, что есть на данном этапе развития фирмы и то, что ожидается, то, что будут, на что настроено, потому что скетчмаркер развивается не только как маркерный бренд, но еще уходит, получается, расширяет свою линейку в нескольких направлениях. Это как и бумага, опять же, для разных типов, для разных целей, для разных художников, потому что каждому угодить очень сложно, и одним типом бумаги, да, для этого будет расширяться линейка. Ну и давайте сначала все-таки о маркерах. Просто мне так нравится, она здесь лежит, ну как бы хотелось бы, конечно, сразу о ней рассказать, но буду постепенно. Так, давайте с кадра ее не будем убирать. Как бы так было, чтобы было красиво, очень красиво. Так, ну что ж, давайте сначала о двух наших основных линейках, да. Я здесь вам расскажу, это браж линейка и базовая в сером корпусе, да, вот две наших основных линейки, маркеров, которые всеми любимы, все же любят, да, все же наши подписчики, ну в смысле наши, я сегодня как от компании, уже оценили, я думаю, удобности, дизайн и все. Так, смотрите, что хочется рассказать, да, базовая линейка самая простая у нас, это серенькая, это долотол и пулевидное перо файна, удобно, на самом деле, сколько оно проходило тестов изначально, сколько было разговоров о толщине, то, что оптимально, да, то, что широкое или тонкое перо, то, что насколько должно быть убиваемо этот кончик пера у файновского, да, что, как бы, точечки не должны расплываться и насколько оно должно быть. Отвечаю на вопросы, что какие-то вопросы возникают или предложения, так что будут. Вот, потом появилась, получается, вторая линейка, это браш, вот с брашем здесь на самом деле столько было, много-много-много, премного нюансов, которые хочется акцентировать внимание на качестве, потому что скетч-маркер расширялся и думал, прежде всего, не то, что выпустить, да, а выпустить именно качественный товар, потому что вот самая основная стоимость пера, перьев, да, это вот браш, вот это вот перышко, это самая основная по стоимости, которая, почему, как бы, перо настолько удорожает, да, маркер, это как раз вот из-за вот этого, потому что оно качественное и здесь только преимущества, которые, если мы будем сравнивать перо, ну, так скажем, в целях удешевления, да, можно и в целях удорожания, но более в качестве. Вот оно все-таки внесет в себе большинство параметров, которые отвечают и за долговечность, и за послушность, да, вот именно на бумаге, как художник, как может с ним, оно все сделать само. Привет. Так, ну что ж, дальше. Так, давайте расскажу, чисто техническая презентация, получается, базовая линейка 389 оттенков, ну, это прям замечательно. Так, никому, надеюсь, мой этот на заднем плане не мешает, мне здесь мой собакин бегает. Так, и, так, извините, отвлеклась. Так, в базовой, получается, линейке 389, самая большая у всех брендов, самая доступная по деньгам. Дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд деле очень сильно расширилась линейка вот и приятно появились такие оттенки дать им прессу несколько моих любимых из вот последних поставок просто чтобы показать насколько они шикарные так это все поснимала буду одевать чтобы они не сохли все-таки их люблю забочусь о них вы же знаете что долговечность маркера зависит не только как мы рисуем и как храним еще правильно то что это должно быть закрытой колпачки плотно закрытой и подальше от прибора топления до капула батареи солнца тоже потому что спирт все-таки это достаточно такой летучий так ну что ж давайте им покажу несколько оттенков просто мне очень нравится я думаю вы тоже оценить цветопередача этот красно-коричневый кирпичного просто шикарный любая бронза любые рыжие волосы просто не обойдутся без этих оттенков вот ну и скоро же все равно можно еще будем летние темы рисовать так что это что это это не тот это немножко из ранее серии этом лет не тот так и 3 какой насыщен вот эти два оттенка просто мои фавориты последнее время из новичков и они идеально другу подходит не знаю видно не сколько вот сейчас он высохнет и будет так и глубокий глубокий красно-коричневый цвет а еще хочу обратить внимание на очень удобный оттенок он по-моему вообще абсолютно для всех подойдет для любой стилистики для любого этой оттенки кожи это и фото иллюстрации все что угодно такой серо-розовый это оттенок эш но это чисто из художественных которые все же я же не просто так сюда пришла еще много хочу показать вам рассказать и опять же из самых ходовых ну просто часто спрашивают меня как бумага какой плотности 75 грамм тоненькая это блюд пруф которая не промокает вот это эш оттенок скороза а еще идеально вот очень часто пользуюсь на самом деле уmber она тоже она такая серо-розовая и она просто идеально садится в по тону когда кожу рисую для глубоких теней на так она кого и не серая и не розовая вообще просто шикарно эти вот оттенки просто из моих любимых ну это так чтобы для фона что было что посмотреть так вот так вот могу их немножко припутать так вот так наверное было так тогда колпачки стали намного лучше подходить потому что первые партии там было достаточно много таких несовпадений откровенных но все-таки ребята улучшаются скетч-маркер дай как фирма растет и улучшает каждый каждый раз партии и надпись нестираемая уже на корпусе то что тоже ребята часто все все за все думаю заметили то что это тоже такой фактор который на самом деле если бренд начинает что-то делать он делать хорошо я вот рада за это так все вопросы про алматы представителя я думаю я как художник немножко здесь плаваю могу не то сказать я все-таки больше как не продажник сейчас выступаю да а больше как технический макет момент поэтому просто по техническим маркерах вот это вот я могу рассказать а про представительство алматы затрудняюсь ответить так что дальше так про базовые дачи с рассказов что у нас самая широкая самая доступная что еще про не сказать соответствие кэпов лучше да обратите внимание вот все здесь стоящие не достаточно попадание хорошие и здесь опять же еще тоже немаловажно насколько здесь играет бумага потому что бумага которая есть оттенок да она совсем по кому даст от колпачка да и сколько опять же раз мы провели подряд наслоение да это тоже влияет так ну и даже тоже или интернет игра освещения тоже немаловажно здесь вам так что еще у нас так дальше что у нас осталось оборудование ставится чтобы не стираем и был колпачок надпись на колпачке поэтому этот следующий шаг я думаю все уже в этом году в конце или следующем оценят то что у нас колпачки теперь будет не стираем и на самом деле это очень важно ну так как они хорошо совпадают теперь это меньше затруднений выносит но все-таки хотелось бы конечно чтоб не стиралась вот я думаю что это в ближайшем будущем будет реализовано так держим кулачки так так теперь давайте о брашах расскажу сейчас 389 оттенков так про перо могу отдельно вам прям песню спеть это потому что тоже немаловажно так давайте буду закрывать а то мне их уже жалко становится я думаю все зафиксировали кому заинтересовали вот эти оттенки на самом деле вот важность оттенков это конечно у каждого индивидуально но если новинки приходит да и просто важность даже где их применять вот это допустим рыжие волосы и иметь это и подсказывать что еще может быть такого цвета в лесу будет будет осень по-любому будут популярны такие оттенки это любые деревья да выпечки я думаю тоже такие оттенки пойдут на ура так нож тоже еще но это оттенки кожи такие более это и опять же для темно волос тем на кожух тоже вот этот оттенок хорошо подходит как базовый там его дополнить несколькими оттенками можно для базы тоже хорошо подходит так браш пен браш пен есть так а вот приготовил я его или нет это хороший вопрос да он есть не найду ребят простите браш пен сейчас у меня нет я могу сделать отдельно про браш пен эфирчик он есть ну как бы хоро хоро хорош для своего тоже сегмента давайте сначала маркера все все еще не прыгал браш пен есть вообще изначально действует маркер есть хороший брош пен так так что еще сейчас я тут посмотрю себе в этот шпаргалку так смотрите так про браша 2 про браш я хочу рассказать вам про перо про преимущество да что чем улучшилась она права отдельно был эфир про это но еще раз повторю да что теперь получше подачи теперь она не такое сухое очень приближена ко всем вот самым любимыми брендом до которые теперь от нажима наше перо не дает сухость достаточно ровно все все дает подача чернил на всей очень равномерная внутри каждого нового маркера извините здесь кто-то бибикнул мне в ответ внутри каждого маркера около двух с половиной миллилитра чернил почему около потому что здесь потому что бибикает а потому что я не могу точно сказать какой как бы корпус как бы изначально два с половиной миллилитра это идет от производителя да как бы когда мы начинаем рисовать как бы здесь плюс-минус на то что он сколько нас питывает бумага и я думаю что ты там миллиграмм и дальше там до сотых я уже округляем ровно два с половиной дал как бы вот и что еще и цена 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 260 рублей мне подсказывают это до эфир эфир можно про них про брошпен хорошо учтем я думаю что ребята скетч маркер меня и про брошпен позовут эфир провести я думаю в течение месяца организуемся так ну дальше так что еще про первым общий параметр рассказала она не пушится это не фетровая перо да как вот любят некоторые китайские производители да это вот именно качественно хорошая перо японская это которая перо неубиваемая достаточно по поводу сколько я рисую больше года одними теми же маркерами заправка она у меня не меняется если перо как можно испортить перо сразу такой вам внимание если вы рисуете карандашом белой гелевая ручка акриловым или вот такие другими так скажем не спиртовыми материалами да и взаимодействует на наше спиртовое перо с этим материалом и непосредственно постоянно это микро пыль даже если высох материал он все равно забивает перо поэтому после того как вы нарисовали да дайте высохнуть материалу а если он у вас попал то сразу его вытирайте да если перо забилось то можно его вытащить аккуратно и положить спирт спиртовой раствор принципе тоже там даже условно городом не знаю ну крепкие крепкие напитки да вы о чем не знаю чем о маркерах говорим вот то вот забитое перо которая вот нашите если что-то с ним в нем попала за за замусорилась только получается нам нужно вот именно прочистить и промыть чтобы она послужила именно долго у скетч маркер есть сменные перья к бы мне приходил приходила уже патечка сменных перьев это весь абсолютно как бы здесь я думаю что это на постоянной основе тоже будет пользоваться популярностью у тех кто под постоянно пользоваться одним и тем же маркерами покупать заправку да и рано или поздно все равно какие-то самые ходовые оттенки будет проще будет заменить перо чем покупать новый скетч маркер но новый полностью поэтому здесь тоже это для долгой жизни счастливой наших маркеров так что еще почему она забивается потому что материалы которые которые мы рисуем это грифельный карандаш это все равно пыль которая остается до от грифеля это элементарно говоря просто пыль это тоже такой фактор да и постепенно эти микро пор и если вы глядитесь вот совсем 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 да вот близко глазам и посмотрите из чего состоит наш перо от тонки микро микро пор и если эти микро пор и постепенно забиваются соответственно как бы может быть подача но это несколько лет рисовать одним и тем же маркер я не говорю что это вот ну или совсем неаккуратно я очень аккуратно рисую у меня ни один маркер до сих пор не пострадал чтобы не приходилось его страдать мучиться и песни петь о нем вот один маркер стоит с пером браш 260 рублей так и еще вот что хотел сказать теперь теперь еще есть на место поле поставить заменить перо нельзя почему так вместо пули нельзя поставить браш перо посмотрите внимательно на размеры если вы видите то то вот именно входная часть пластиковая да она очень сильно отличается по габаритам и одно никак не взаимонезаменяемо поэтому здесь абсолютно бесполезно как бы перо меня если у вас тяга к эксперименту вот лучше дала то поменять нам дальше если уж совсем хочется чего-то проэкспериментировать но опять же это нет производителя это лично от меня как от художника и опять же здесь имеет ли выдел овчинка выделку да стоит 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 ли овчинка выделки потому что по моему один раз лучше хороший материал купить и я прекрасно пользуюсь постоянно и до лото это же любая заливка это же любая большая большая площадь рисунка и допустим я пользуюсь 50 процентов абсолютно точно до лото я как раз меньше пулей пользуюсь но это что касается меня почему пуля в ходу потому что это если вы любите мелкие 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 детали рисовать вот поэтому допустим для меня браш это вот именно идеальность сопоставление то что это именно то лото именно браш это не пуля с брошем хотя перед первая версия маркера была именно такая так ну это уже забыл давно в истории поэтому идем дальше так теперь у нас про уникальные оттенки сейчас идет уникальных оттенков вот сколько много и они все замечательные что что хотелось бы сказать так было не так давно запущена скетч маркером акция нет не акция как правильно сказать актив до такой кадет спрашивали каких оттенков по мне хватает для счастья да вот художники все присылали свои из них были выбраны которые достаточно правда их не хватает в палитре скетч маркер это вот ярко-ярко желтые такие замечательные солнечные оттенки есть какие-то сложные замесы есть абсолютно так килить летние открытые цвета пыльных достаточно много потому что очень много появилось светлых оттенков до наташ привет появилось очень много в последней палитре в базовой светлых оттенков таких как телесные кожи они вообще практически прозрачный есть даже вероятность что вы сфотографируете или с первого раза когда будете рисовать вы даже можете их не ощутить вот прям сперс с одного касания на бумаге до что это именно такие прям совсем нежнейшие оттенки да ими вот набирать не в один слой может быть даже приходится чтобы увидеть именно их чистый такой открытый цвет то что то не совсем таки полупрозрачный вот это так скажем единичка да это такое ты уже полтона вот и вот таких вот оттенков с единичками полтона совсем эти 5 и 4 в основном если вы знаете как нумерация правильно читать то что вам взял до получается бр это коричневый единичка это так скажем его линия до опять этот тон сейчас цвет и тон ну цвет это условно да вот получается вот это родственники этот на один тон темнее 84 85 вот да этот этот уже из другой гаммы и они будут сильно отличаться это то всем бежевить и вот он такой более кожаный кожаный оттенок так очень много красивых оттенков очень много прозрачных вот его ближайший родственник тоже такой телесный чуть-чуть темнее вот очень много появилось серых красивых это линейка т это вот с последней так она она не холодная не теплые точно не зелено такие немножко примечу сиреневого на мой взгляд сером если добавить но опять же все очень много появилось темных оттенков совсем совсем темных коричневых насыщенных ну это так скажем не самый темный сейчас я найду не так давно рисовала у меня сейчас я его найду тоже на не самый темный это это единичка это даже еще темнее его есть так и вот тоже темных не хватало вот эти красивые оттенок тоже вот так сейчас я все колпачки по перепутаю благополучно и буду их потом искать боль моя так ну что ж давайте дальше буду вам рассказывать про про уникальные оттенки вот 50 так сколько прослужит маркер если в один раз раз один раз заправить так вопрос такой встречный сколько прослужит ну как девушка девушку да сколько прослужит помада если ей пользоваться один раз в неделю или каждый день по три раза вот здесь из этой же области ответ да что зависимости как как много и как часто вы пользуетесь маркером если он у вас лежит и этот цвет который не основной и вы его заправляете естественно он прослужит может быть несколько лет а если такие основные ходовые оттенки которым вы постоянно рисуете у меня допустим сегодня уже показывал да вот этот эш эмбер да ну как бы то мне его хватает но постоянно я вижу что я часто перед перезаправляю а не знаю отвечаю прости что что как часто ты будешь ими пользоваться здесь не такого но я думаю что даже при самом частом использовании но опять же не мы не красим забор маркерами дамске работаем ну обычно это формат а4 опять то я думаю несколько месяцев он прослужит даже при частом используем так ну вот все полюбовались красивыми оттенками которые нас ждут в этом году скетч маркер ту 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 так дальше поехали так 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 уникальные 50 оттенков так и еще еще такая красивая история которую я очень-очень жду уже которая будет к реализации это новый дизайн это новый дизайн самого скетч маркера и увеличение объема чернил внутри ну что вот теперь фанфары музыка на заднем плане и та-та-та-та-та на самом деле это здорово потому что используя обычный моддинг моддинг это вот именно сама часть до тубус вот этот вот который используешь ну скажем не уникальный ты ничем не отличаешься да а когда ты производишь для себя свой дизайн вырабатываешь эргономику это как раз чтобы было удобно в руке это что был оптимальная длина до маркера чтобы по весу чтобы он был до удобен это тоже на самом деле столько много параметров что хотелось бы конечно же увидеть реализацию потому что амбиции амбицию скетч маркер достаточно быстро растущий бренд который набирает обороты и сейчас я вам покажу еще другую продукцию до которые у меня есть и не только как маркер я думаю что это отразится на всех линейках дальнейших уникальный бренд и это будет очень круто вопрос что лучше маркер ваш или пуля дала то нет единого правильного ответа если честно то лучше взять по одному да может быть даже составить гамму 50 на 50 до оттенков и посмотреть просто чем чаще рисуешь на мой взгляд здесь еще зависимости от стилистики да и у кого будешь учиться просто если ты учишься и 11 лет я думаю ты все равно будешь брать какого-то художника себе за как 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 учитель как гуру на какую живопись ты будешь ориентироваться маркерную да и там будет этот 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 приоритете на самом деле конечно разрабатывать свою стилистику рисунка и горит что единожды верно да что допустим я рисую больше дала то чем брашен да то я думаю что я здесь буду как художник неоткровенно поэтому все-таки лучше это это самой попробовать вот . так что еще так про новый моден который помнится супер новости рассказала так что еще давайте что-то будет увеличение чернил внутри это тоже на самом деле очень круто потом есть давайте будем дальше показать всю продукцию есть начнем с бумаги до бумага есть которая уже в продаже и я думаю что многие многие уже ценили это односторонняя бумага 75 грамм которые тип бумаги маркера специализированы блютров чем и отличие что она полностью защищает рисунок от протекания до получает следующий лист мы не травмируем потому что спирт спирта содержащие чернила у маркеров достаточно агрессивные для бумаги да они проходят насквозь и впитываются очень-очень хорошо потом спирт есть спирт вот и соответственно на такой бумаге меньше протекает меньше впитываемость больше опять же да о жизни маркеров насколько хватает на такой бумаге маркера хватает больше есть свои нюансы в рисунке на такой бумаге и на ней более сложно скажем так именно проводить блендинг но здесь тоже нужно научиться и это не так сложно если грамотно подходить к рисунку и вот именно научиться технике потому что не в маркерах проблема всегда бывает да когда мы что-то не получается зачастую это проблема что мы что-то не умеем учимся мы скетч маркер очень много уроков на заходите на сайт там есть отдел уроки и от очень многих художников и каждый дает свою технику свое свое видение как именно на какой-то бумаги да вот технические нюансы акценты так и это здорово я пользуюсь стираются нет стираемость колпачков из не подходящий даже цвет колпачков зачастую нам не гарантируют что это плохой маркер если честно так сейчас от начала надела просто так я пользуюсь тач-маркерами точнее получается китайские ну я как бы здесь немножко так могу ли я в аккаунте скетч маркер рассказывать про другие маркеры как художник да я могу рассказать что это это не это не значит они некачественные есть очень много параметров которые говорит о качестве и поверьте мне что стираемость колпачка и стираемость с с корпуса как бы это не самый большой показатель качественного товара да давайте начнем что все таки у нас есть что внутри и что мы ценим да это прежде всего перья качество пера чтобы она не пушила и чтобы она не ломалась не заламывалась до чтобы мы когда при закрытии колпачок кстати тоже это немаловажно и на мой взгляд вот этот очень хорошо и и и очень удобно когда у нас не страдает при закрытии вот обратите внимание у многих маркеров вот опять же не знаю как уточню если честно у них нету вот есть вот внутри так наверное светло нужно показать внутри здесь есть такая ложбинка это для того чтобы маркер хорошо там герметично был закрыт потому что если нет герметичностью соответственно спирт спиртовые все будет спирт и быстро быстро все это высохнет наш маркер пострадает вот поэтому вот этот вот уплотнение которое идет внутри она очень часто бывают с такой ну грубой так скажем каймой и когда мы закрываем да вот этот вот бортик какая-то этого уплотнения тут у меня внутренние дата оборудочка то оборудочка она стукается а наш наконечник причем если это пуля тут еще пол беды она просто станет чуть более тупой дано скажем более . станет более жирной со временем конечно это придет в негодность а вот если мы наши браж я сейчас все отвечу постепенно я же подругой пока мы просто чая а если мы такие бортики будем браж перо то это браж все это буквально на один-два раза это очень ой и и и точности также убивается быстро и долоту поэтому вот здесь вот по ней вот хорошего колпачка эргономики это просто нет очень нравится этот бренд опять же про качество самих маркеров это покрывистость это запахи опять же немаловажно что что нет и поэтому мне не столько важно именно внешние изменения да сколько на сколько нам удобно из не болит у нас голова от маркеров если мы порисовали именно там несколько часов так теперь про про следующий вопрос который был скетч for project очень настаивать вся прелесть маркеры что они бюджетны если дорожают то смысл покупать британ под вбросом смотрите давайте договоримся так вы изначально что дорожает дорожает жизнь дорожает maker или дорожит его отношение к нашим покупателям так как бы я думаю что политика скетч маркер бюджетная она останется все таки бюджетная я думаю что с увеличением продаж с увеличением бренда скетч маркер будет просто расти и я думаю что вы не заметили насколько как бы вот смена пера хотя она в ценник было достаточно ну я думаю качество качество пера куда удорожает маркер да я думаю что вы не заметили разницу по удорожанию я думаю что свеч марки связи с увеличением как раз и вниз бюджет вписать до что дороже сделать а именно сделать качественный товар поэтому то что на цене это изменится минимально поэтому насколько как бы я высокую работу даст ребята на самом их открытие да я вижу что для них произвести качественный товар стоит в приоритете нежели чем просто продать заработать да потому что ко мне обращаются как художнику люди которые не рисуют я именно к выступаю как тестер какой как тестировщик продукции до что я на обещаю их внимание то что важно для рисующим вот ценник конечно это очень важно но все-таки давайте не забывать да что увеличением чернил это тоже немаловажный фактор и покупать меньше изначально да вы можете купить цвет им дольше на дольше хватит можете добрать тех же самых запад тоже там заправки да и это тоже ну прекрасно на самом деле нам больше на хватает маркер это тоже по моему очень хороший хороший ход вот поэтому здесь я думаю что скетч маркер останется прежде всего как бюджетный бренд не уйдет он в педапорте так ну ладно давайте дальше а если смысл заказать маркеры не заказать маркеры нескольких цветов другой фирмой и совмещать ставить ну пожалуйста почему нет спиртовые маркеры изначально все с собой дружат потому что спирт активный активный ингредиент и смешивается на ходу как будет на бумаге без проблем я думаю разных производителей можно так я заметил предыдущие подорожание ну а то что доллар дорожает это на это живо не сказать но опять же я как художник ребята вы меня вопросы цены вы меня не мучайте пожалуйста поэтому в плане ценовой политики или насколько всю жизнь дорожает это каждый год так идет и я думаю что невозможно знаете ну 10 ушанок сшить из одной шутки до кого ну ночь серьезно и опять же если бы я покупаю для себя более качественный продукт то я рассчитываю долго пользоваться я готова выложить пускай это будет не такая большая разница это не два не три раза да это не 600 рублей маркер стоит и удорожание идет общее везде то вот ну и опять же скетч маркер сам не продает до концу к я знаю как здесь идет именно поставщиков поэтому вопросы все вот эти все денежные это не вот плавают честно я могу здесь поплыть давайте я лучше маркер рассказывать вот окей вот материал ну ингрид что дай так что еще давайте дальше так у нас будет следующее это будет лайнеры так это будет тоненькие от 0 5 это будет приготовьтесь это будет белые кроющие материалы так лайнер вас этики разные так 0 5 так так хорошо так секунду у меня здесь очень красиво работает поэтому так сейчас будет дальше рассказывать и показать так кроющий пока еще без обозначения но это белый кроющий материал сразу скажу что здесь очень замечательный колпачок ой копачок перо пока не буду раскрывать все секреты пока это разработка это будет акриловые тоже да тут немножко другое будет пером это будет water brush и это будет самое главное на взгляд очень я люблю и обожаю это будет акварельные скетч маркеры вот в белом корпусе как вам такая новость вот так вот еще не знаю какой какой будет логотип вот у меня два есть скетч маркер brush и aqua вот так вот вот так вот все разложила показала жду так ну вот еще еще заправка есть вот такие это что касается только линеек скетч маркер материалов то это и для водные теперь у нас появляется линейка это акрил белый кроющий и линеры линеры будут нескольких цветов тоже сразу а еще брошка брошка на не хватает ребят честно не нашла его я искала он где-то у меня один есть и я его так берегу что кого-то спрятал вот так сонечка подожди сейчас я тебе отвечу тоже так чтобы не скакать просто то я забываю просто информация идет так лайнер этот этот брошпен так лайнеры брошпен они предназначены специально для спиртовых маркер я не расскажу отдельно сделаем эфир про про маркер брош не про брошь а брошпен получается брошпен это ручка которая именно спиртовых чернил взаимодействует она моментально сохнет и очень широкую дает линию если вы любите рисовать графику или про ветеринг то это прям для вас идеально вот и у нее еще фетровый кончик очень длинный как бы и очень приятная цена вот гибко гибко гибкая получается перо черное кроющие и вот так но здесь его нет поэтому как бы моя информация как бы так воздух проскочит но ничего так давайте еще лайнеры получать 6 размеров буду дальше еще цветные я думаю то что точно будет серые точно будет коричневые это сепия да у нас сепия и что еще интересно будет и еще будет так вот так вот так ну что еще так будет наверно красный не знаю какие-то основные какие какими цветами цветных линеров вы пользуетесь можете написать я думаю что скетч маркер это учет на будущее если какие-то уж совсем не неординарные оттенки навряд ли а вот я думаю сепии серый коричневые может нескольких до появится может быть синие появятся здесь у меня как тестировщик все еще не буду рассказывать но вот они у меня уже были нескольких вариантов и они отличные так вот белый кроющий материал будет пока еще не раскрою секрет что там внутри но он белый кроющий это как альтернатива белой гелевой ручки так это получается внутри будет тоже пока не раскрою но очень белый кроющий ждите на самом деле очень нужная штука и я от нее была очень приятно удивлена потому что долговечность белой гелевой ручки для меня это всегда вопрос и кроющего материала а вот здесь вот очень даже хорошо так здесь очень качественно качественные внутри составляющие я думаю что она доработается и будет выпущена так акриловые тоже да хорошо в принципе нужны какие цвета и какая гамма тоже пока еще под вопросом но я думаю что это будущей разработки это то что нужно как раз ждать ближайшая скетч марки на самом деле это классно так браш здесь тоже будут разные размеры кисточек отличие будет цвет 50 цветах вот видите различные кисточки да это искусственный ворс здесь они у меня еще даже абсолютно новенькие вот и все будет супер заправляются водой и удобно пользоваться в принципе при любом раскладе так что вы рисуете в акварелью или акварельным маркерами достаточно универсальный материал который всегда найдет где применить себя так ну и про самое интересное про заправка что есть абсолютно на всю палитру скетч маркер это тоже немаловажный фактор заправка про заправку я уже правда рассказывала но еще расскажем я думаю не раз в эфирах и еще покажем обязательно как это делать технический ролик как это заправляется я думаю их уже очень много ну и еще будет тоже не лишним даже так ну и вот я вижу что поступают вопросы про аква маркеры да что это акварельные маркеры так и я хотела еще почитать что я здесь пропустила так как лучше смешивать накладывать цвета или использую около брендер это все зависит от бумаги очень очень сильно разница от бумаги про бумагу кстати я тоже еще могу отдельно рассказать еще здесь у меня есть уже приехали образцы которые бумажечки точнее бумажки а именно формат скетчбоков это тетрадки и есть очень красивые которые будут тоже продукции скетч маркер вот если такой виден так сейчас фокусировалась очень хороший вариант сшивки и проклееные прошиты сразу разворачивается на 180 на любом на любом абсолютно страничка да вот легко сгибается и отличная бумага качестве бумаги и как какая бумага и сколько видов и сколько цветов обложки я думаю что это все будет очень они в не в одном единственном варианте поэтому форматов будет много и цветов обложек тоже будет много так ну это так сразу же сокольца скажу еще одна линейка скетч маркер и так я уже загибаю пальцы скоро у меня уже прям на двух руках будет что с какая большая продукция исходит какое разнообразие так ну вот давайте про акварельный маркер еще расскажу опять же сразу хочется сказать да что здесь идет не только про широкая палитра да здесь еще идет качественный материал внутри так сейчас проверю чтобы все было на месте а то может я их мучила и вытаскивала перья что тоже делаю бумага для тонких спиртового спиртовых маркеров вот это не подойдет для акварель акварели поэтому здесь нужно что-то другое что у меня есть есть рядом чтобы посмотреть чем отличается так это мой скетчбук он у меня наверное уже весь замученный это универсальная бумага я думаю что уверены что на ней будет все прекрасно размываться ну чем отличается пигментные чернила от акварельных тем что при подходящей бумаге что такое подходящая бумага и сейчас тоже расскажу они полностью вымываются и не будет видно пятен где был нанесен маркер и между собой все абсолютно акварельные маркеры прекрасно смешиваются так как работает акварель так акварель бывает пигментная бывает ну больше ну я не сильно прям по акварели прям ребята честно я больше по спиртовым вода то здесь большое количество оттенков и здесь идет краситель на краситель краситель на краситель на основе так ну что же еще давайте посмотрим вот видите все прекрасно размывается вот это называется акварельный маркер да что он чем отличается от пигментного давайте так нет ладно в рамках в рамках сегодняшнего эфира не могу достать другого производителя извините в чем смысл да что пигментный маркер он когда мы наносим до водой то почти вся краска остается на бумаге пигментный маркер он въедается и он не дает свой свой к свой краситель да как получается с водой не смешивается ну или смешивается в меньшей пропорции а здесь вот это прямо полностью облачку уходит так ну вот понятно да теперь вы знаете как посмотреть что у вас акварельные и пигментные потому что достаточно много производителей особенно китайских говорят что у них акварельные они не акварельные так ну что же давайте дальше про акварельные маркеры где можно заказать маркеры где на думаю что достаточно много уже где и на сайте скетч маркеры по моему есть весь список с кем работают и где можно каких городах каких магазинах купить когда акварельные маркеры выпустят на рынок их можно будет приобрести они сейчас в разработке я знаю что улучшилось тоже пером было бы было большой много раз не приходили маркеры на палитра до усовершенствовать насколько я знаю на сегодняшний день речь идет о 100 100 100 оттенков для акварельных маркеров плюс-минус честно говоря не что там будет в итоге на насколько выйдет и до 1 1 1 партия по крайней мере как как гамма будет можно будет всего 36 но в принципе для акварельных маркеров это тоже очень даже неплохо потому что многие фирмы достаточно большие и на 36 останавливаются так что 100 или сколько будет в итоге мы будем ждать от скетч маркера думаю уже при первой по 1 1 продажи будет все это понятно а я как тестировщик могу сказать что я очень довольна красителем он прекрасно себя ведет на бумаге бумага для акварели нужно не хлопок лучше это будет целлюлоза или это будет какие-то смешанные волокна и не подходящие обычно для графики бумага да такая как допустим престоль или это лайаут она не подходит для парильных маркеров зато обычный блок но самый недорогой может вполне быть идеально подходящим так вот это что касается акварельных маркеров что еще давать опрос скорее бы запустили да на самом деле да я тоже жду для карельных маркеров заправки будут на сегодняшний день я не знаю ни одну фирму которые акварельные маркеры делать заправкой связано это с тем что акварельные акварельный вот этот вот краситель который внутри да вот этих маркеров заправка она не такая стойкая что ли так я не точно не знаю как-то химически сказать да ну очень сам факт что она не она не будет долго храниться в бутылочках вот именно хранение в бутылке почему-то там какие-то сложности если скетч-маркер я думаю это сделает то это будет инновация на рынке и это будет очень здорово поэтому здесь я от скетч-маркер ничего говорить не буду потому что я выступаю художник и как тестировщик продукции на сегодняшний день я еще этого не видела но это было бы здорово я тоже была бы очень рада так ну и давайте посмотрим надо заканчивать уже эфир по моему да уже ой так эколайн заправляется но эколайн это жидкая заправка и опять же не забывайте что эколайн насколько это большой синдикат который именно работает с акварелью да у них маркеры это такой маленький сегмент акварельный это буквально ничего в их фирме ну то что ничего ну вы понимаете если вы заходили и смотрели их продукцию всю продукцию этого производителя это ройт эвнс насколько я знаю то для них акварельный маркер этот ночь очень очень незначительный очень незначительный процент вот и не забывайте что они продают как жидкую акварель поэтому 10 хими хими химические варианты и заправляются но мы тоже можем размешать и заправить любой маркер а просто что от производителя насколько он гадает гарантии эколайн на сука я знаю когда выпускали изначально честно говоря не два года закупала они были незаправляемые так на приложение аквамаркера и образуются ли катышки катышки на бумаге акварельные заправки ну вот значит они были молодцы я пропустила я честно за акварелью сильно не слежу эко-лайн молодцы так ну что ж про катышки давайте мне просто интересовала при наложении аквамаркера образуются ли катышки образуются катышки на бумаге вы имеете ввиду да слово смешное смотрите любая бумага она достаточно быстро разъедается водой так как вот верхний слой и если мы будем работать кисточка ничего нигде не образуется вот я буду размывать здесь спокойно но кисточки на той кисточке у них очень мягкое перо да а если мы будем работать таким перо как долото к примеру да то она очень сильно повреждает первым первый слой бумаги потому что он сырой и тогда вот эти катышки начинает образоваться это просто катывается бумага но если честно у меня еще бумага здесь совсем 140 по моему тоненькая да если мы будем работать на 6 на 600 такая профессиональная какая-то акварельная да такая плотная приплотную хотя бы там не на 350 то я думаю эти катышки образуются не сразу опять же это зависит от верхнего слоя акварельные маркеры по мокрой бумаге не рекомендуется наносить лучше подождать или или работать по сухому а воду добавлять уже на итоговое чтобы чтобы это было все в один слой акварель акварель и акварельные маркеры подход у них совсем раз очень очень сильно отличается в работе и это не взаимозаменяемые материалы это два абсолютно разных материала которые не схожи по своим так скажем вот именно техническим моментом так многие аквамаркеры все оставляют катышки ну вот я и говорю что это не в маркерах проблема это работа эта проблема с техника рисунка сколько я рисую я не нету никаких катышков потому что во первых нужно ждать во вторых мы пытаемся рисовать маркерами акварельными как акварелью да мы пытаемся те же самые здесь немножко по-другому здесь надо во первых по сухому до это делать нанесение всех оттенков и смешивать уже когда без многослойности или мы хорошо очень ждать использовать более плотную бумагу и ждать когда она хорошо просохнет потому что именно сам само перо она жесткая и повреждает бумагу вот если его мокрую буду сейчас катать то она любая бумага будет стираться и плюс ко всему не бывает что мы здесь пигмент да не пигмент получается а вода впитывается в сам маркер да и он становится таким беленьким поэтому нежелательно на мокром рисовать маркером акварельным вот а техниках акварельных маркеров мы думаем пока еще не раз будем говорить когда они появятся в продаже и скетч маркер меня еще позовет именно рассказать про акварельную линейку вот я про них кое-что знаю буду делиться с вами уже именно технический момент ну а пока у нас сегодня общий разбор полетов так ну что же еще про акварельный рассказала что браши так чернила все цвета до что спиртовые маркеры так так давайте еще почитаю вопросы здесь ваши для спиртовых маркеров можно брать не такой специальный блокнот например обычной плотностью 75 90 грамм пам 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 так смотрите чем отличается специальный не специальный да то что у нас есть вот эта прослойка да это что он следующий лист не протекает если мы берем бумагу без это вот этого вот нанесения до лай аут то такая бумага очень сильно на 2 на 2 на 2-3 страницы просечет насквозь если на 70 80 грамм тоненькая бумага такая совсем какая-то папиросная да потому что если мы берем обычную бумагу для принтеров да ну даже для здесь есть недалеко листик до во первых впитываемость намного больше не обманывайте себя что то что если вы пользует тонкой бумаги то впитывает она меньше нет во вторых она очень сильно будет промокать вот вам нужно подкладывать этот листик да и то что использование здесь так скажем каких-то фишек да вот с блендером примеру то на обычной бумаге этого не произойдет поэтому использование бумаги можно тонкой но вопрос технически как это отразится на именно самом рисунке даже не столько самом рисунке сколько именно техники рис техники рисунка вот так вот так дальше следующий вопрос делаю сухой бумаги и катащаются на любой бумаги я не знаю я рисовала вот кстати даже далеко ходить не буду у меня в этом альбоме есть акварельные скетчбуки я рисовала многократно акварельными маркерами не буду далеко ходить сильно сложную работают сейчас секунду сейчас я копаю здесь меня точно было нет нету это другой скетчбук сейчас еще разок проболталась вера так в общем нету корень никаких краски если просыхает акварельный маркер нету никаких карточков ребят ну что на самом деле это зависит от бумаги и от качества использования от манеры использования как как вы пользуетесь на бумаге маркером вот я не подготовила акварельную акварельный свой рисунок чтобы показать что-то на нем нету катышка так так это их не испортит так маркеры не испортит просто впитываемость бумаги тонкой даже если она не маркерная может быть больше лучше использовать бумагу типа брестоль на ней меньше плотность больше плотность но меньше впитываемость и не пользуется никогда акварельной банки спиртовых маркеров так вот еще вам хотела показать давайте еще здесь полистаю скетчбуки я была в восторге кстати от этой обложке она такая немножко интересной фактуры видно и солнышко еще не выгляну вот такая бумага там да пока какая бумага там будет в итоге на продажу я честно не знаю у меня вот первые образцы я ими очень довольна так ну что ж дальше на тонкой бумаге не наложишь несколько слоев наложить можно но сложно и еще плюс ко всему что совсем по-другому смешиваемость идет на тонкой бумаге она пропитывается и она также отдает дальше и там 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 очень-очень много изменений так скажем и каждый раз вы будете привыкать к разной бумаге и рисунок стиль рисунка будет меняться от того что на кой бумаге вы рисуете вот так что еще здесь какие вопросы были интересные нету других вопросов отлично это я уже подостала честно говоря мне хочется сказать что подвести наш эфир к тому что давайте еще раз расскажу что будет да получается скетчбуки склейки красивые альбомы для маркеров будет как минимум четыре типа бумаги это будет и я думаю еще а еще вот еще скетчбуки будет крафт будет черная акварельная бумага обязательно будет и еще будет универсалка вот сколько типов бумаги будет поэтому планируется да а как они будут выглядеть какая будет обложка и форматы пока на сегодняшний день я вам не готова об этом рассказать но я думаю что такой информации уже достаточно чтобы посмотрите на сколько как бы скетч маркер растет как бренд так ну и что ж вот акварельные про акварельные вам рассказала так смотрите да получается у нас будет линейка вот из если мы берем именно стандартный маркер да то это будет такая мне кажется что этот даже лучше бы смотреть вот так давайте это ставим я за него болею с этой надписью там просто разная кто пропустил вот вот так получается браш спиртовой акварельный и браш до лото ой брошу встреч марки спиртовой до лото и файн вот склейка с брестоль я думаю что да я думаю будет обязательно с брестолью да скажу по секрету даже знаю кто сделан для ее обложку поэтому будет так что еще так это так ну и вот и что в итоге подводим да что это не только спиртовой бренда качественных товаров а ну и еще что три года нету бренду еще достаточно молодой и уже столько всего запущено линеек и столько всего разнообразного и столько планов на будущее на сегодня на ближайшую поставку и на ближайшую пятилетку так вот поэтому я думаю вы оцените а кто еще сомневается в качестве товаров то очень даже зря вот но это ямках художник заявляю абсолютно абсолютно положа сердце на руку на сердце господи руку на сердце потому что мне хочется чтобы товары были доступны так ну и вот у нас осталась обложка честно не помню на брестоль на моя ли пошла или нет но по-моему нет но я знаю всех художников которые делали обложки все очень очень красивая будет так что болею за фирму и призываю вас так скажем задавать мне вопрос потому что осталось буквально полторы минутки если у кого-то какие-то вопросы остались то самое время ну если я кого-то нечаянно пропустила нету не ругайтесь лучше сейчас еще раз спросите я вам все ответить постараюсь быстрее кооперативно все сказать так ну что ж вопросов нет сохранить эфир да я я подожду до конца потому что у меня часто бывает если я выключаюсь раньше у меня с телефоном почему-то он этот решает что не обязательно сохранять если я раньше вышла поэтому я подожду эту минуту так сколько стоит что пожалуйста уточните и опять же не забывайте что я сегодня здесь как художник и мне по стоимости достаточно сложно сориентироваться и все материалы лучше уточнять у тех продавцов которые именно имеет товар наличие или под заказ и опять же это зависимости от города или это интернет продажи ну такого плана маркеры из сегмента доступные получается если мы идем говорим браш с заправкой на все вот я точно знаю да что браш заправкой если мы разделим на при покупке маркера и заправки то стоимость одного маркера будет 37 рублей вот это я точно знаю вот так здорово же 37 рублей по моему ни один маркер не стоит на опять же это ребята с заправкой не просто маркер а именно покупая к нему заправку и пользуясь несколько лет одним и тем же все всем пока спасибо за эфир спасибо за просмотр!